20 самых опасных и необычных дорог в школу по всему миру. Если ваш ребенок жалуется, что ему неудобно добираться в школу, просто покажите ему этот ролик. В некоторых частях света школа является выстраданной привилегией. Многим детям приходится преодолевать невообразимые пути, только бы получить столь нужное образование. В этом видео вы узнаете, насколько решительными могут быть некоторые дети, когда речь идет об образовании. Согласно ЮНЕСКО, за последние 5 лет существенно замедлился процесс связи детей и школ. Существуют места, где не хватает должных дорог для перевозки детей в школу. Эти места становятся еще более непроходимыми во время наводнений. Опасные пути к школе являются одной из причин, почему некоторые дети не получают образование. И снова с вами канал «Интересные факты. Хочу знать». Смотрите и познавайте новое и занимательное со всего мира. Итак, начали! Пятичасовое путешествие в горах по тропинке, шириной от 30 сантиметров до метра, преодолевает тяга к образованию. Возможно, это самая отдаленная школа в мире. А вот таким образом школьники поднимаются по опасным деревянным лестницам. Это в деревне Чанцзэвань, Южный Китай. А вот это в Индии, в Занскар. Ученики добираются до школы-интернат через Гималайи. А вот ученики, переходящий сломанный канатный мост, округ Лебак, Индонезия. А вот вы бы рискнули. После того, как эти фотографии увидел весь мир, самый крупный производитель металла Индонезии, РТ, Крокотау Стил, построил новый мост, тем самым облегчив детям безопасный путь к школе. А эти дети по дороге в школу каждый день пролетают 800 метров по стальному кабелю над рекой Рио-Негро в Колумбии. А вот школьники плывут на каное в школу, провинция Риау, Индонезия. Дети, пересекающие лес. Им приходится проходить вот по такому мосту из корней дерева. Это в Индии. А вот это, наверное, самый безопасный способ передвижения. Девочка едет в школу на Буйволе. Мьянма. Впрочем, и этот способ тоже менее опасен в последующих. В школу на тук-туке на авторикше ездят в Индии. Вот чего не скажешь об этой дороге в школу, так это о безопасности. Пересекать сломанный мост, покрытый снегом, чтобы попасть в школу, весьма рискованно. Такой вот деревянный катер собирает детей в округе и отвозит в школу. Это Индонезия, Пангу-Гуран. Эти ученики добираются к школе на лодке в Индии, в Кирале. Забрягли лошадь, залезли в тележку и в школу. Опасно, но весело. Дели, Индия. Этим школьникам скорее не до веселья. Они пересекают реку на самодельном бамбуковом плоту. Деревня Чилангкар, Индонезия. Путь длиной в 200 километров через горы к школе-интернату в деревне Пили в Китае. Какой там путь? Может, Нуево это образование, ребенок-то дороже. Около 80 детям в его начале и в конце обучения приходится преодолевать огромное расстояние через Уйгурский автономный район. Они должны пройти 4 реки с ледяной водой, 200-метровый цепной мост и 4 дощатых моста шириной в одну узкую доску. Весь путь занимает около двух дней. Эти школьники идут в школу по канату, находясь в 30 метрах над рекой Паданг, Суматра, Индонезия. Ученики начальной школы добираются до учебного заведения на надутых автомобильных шинах провинции Ресаль, Филиппины. Этот путь в школу через Акведук, соединяющую деревню Сура и Пленпамгуан, Индонезия. Несмотря на то, что Акведук не предназначен для того, чтобы по нему ходили, являясь довольно опасным сооружением, Дети говорят, только чтобы не проходить путь в 6 километров. А вот эти филиппинские ученики начальной школы плывут на уроки вот таким вот образом. Дюжина школьников переправляется через реку шириной 15 метров и глубиной 20 метров, чтобы добраться до школы. Чтобы одежда не намокла, они складывают ее в пластиковые, туго завязанные пакеты, которые также помогают им легче держаться на воде. Преодолев реку, школьники одеваются и идут на уроки. И в завершении посмотрите на эту фотографию, сделанную фотографом из агентства Риттерс. Эта фотография получила премию Амара Ватв в 2010 году. На ней изображена девочка, спокойно идущая в школу во время очередной стычки между Израилем и Палестиной, вокруг камней, которые кинули протестующие. Надеюсь, сегодня вы узнали только полезную информацию. Тогда заходите еще и с вас лайк. Подпишитесь, чтобы не пропустить новенькие факты. Свои догадки на загадке вы можете писать прямо в комментариях, ведь кто-то из вас уже знает ответ. И еще предлагайте новые темы, пишите, что вам интересно. И новые факты будут вас поражать раньше всех. Итак, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok